Три дня на выборы главы республики. Народный хурал привел республиканский закон в соответствии с федеральным. Новый документ изменил не только сроки голосования, но и способ. Выбор можно сделать по почте или через интернет. Амар Мэндес, здравствуйте. Какие еще новости принес этот день, расскажут корреспонденты телеканала Оригус и я Лариса Иренцеева. И вначале об остановках Восточного экспресса коротко. И все-таки повысили. Сколько будет стоить проезд в маршрутках и трамваях и когда вступит в силу новый тариф, расскажет Сергей Соголов. Переболели коронавирусом, но не заметили? Об этом расскажут антитела в вашем организме. Что это за процедура и популярна ли в Бурятии, расскажет Сергей Смоленинов. Уволен не по собственному желанию. На какие хитрости идут компании при сокращении штата? Одну из историй услышал дежурный по городу. И начнем с главного. Проезд в городском транспорте станет дороже. Решение о повышении стоимости принято после года обсуждения, десятков заседаний и многочисленных доводов. Чем руководствовались и кого благодарить, расскажет Сергей Соголов. Спасибо. Платить за проезд в маршрутке 20 рублей осталось 9 дней. Со следующей пятницы тариф поднимется на 4 рубля, а поездка в трамвай обойдется уже 18 рублей. Очень негативно. Почему? Потому что сейчас пандемия и особо денег у людей нет. Только-только выходят на работу. Бензин тоже повышается. Поэтому жить тоже нужно водителям на что-то. Мнения разделились и у депутатов Горсовета. Именно они принимают решение. Аргументы в пользу повышения тарифа стандартны. Рост затрат перевозчиков по всем статьям. Топливо, соцвыплат и зарплаты работников. Давно назрела необходимость поднятия тарифов на автомобильный транспорт, на автобусы. Буду голосовать за то, чтобы мы не повышали на трамвае самый главный социальный вид транспорта. Я поддерживаю своего коллегу, что действительно вопрос еще сырой. Мы не можем вот сейчас взять и поднять тариф до 24 рублей. Но я иду и на маршрутки, и на трамвайные перевозки. Нам не представили именно тариф по маршрутам дифференцированным. Мы понимаем, что есть маршруты жирные, их устраивает цена 20 рублей. Есть, которые убыточные, приезжая, допустим, с поселья, с авизавода. Все цифры подробно обоснованы. Всем ясно, что экономически обоснованные тарифы находятся на гораздо более высоком уровне, чем тарифы, которые нам предлагают сегодня. Сейчас же не идет речь о том, чтобы повысить доходы транспортных предприятий, частных транспортных предприятий. Сейчас речь идет о сохранении отрасли. В принципе, 24 рубля тариф позволит им сохранить нулевую рентабельность. Вот этот разрыв между автобусами и трамваем, он не может быть большим. Будет разрыв, значит, что-то одно уйдет. То есть, если раньше это звучало, как какие-то угрозы, что частники будут уходить, то на сегодняшний день мы прекрасно видим картину, что частники реально уходят. С начала года около тысячи автобусов сошли с линий. По маршрутам сегодня курсирует более 800 машин. На голосовании большинство народных избранников высказались за повышение тарифов. Эта сессия одна из самых сложных, тяжелых. Решение очень тяжело принимается. Вот, что делать? То есть, принимать надо. Ситуацию, возможно, переменят муниципальные автобусы. В конце октября поступят 42 машины средней вместимости. Их направят в отдаленные микрорайоны. Но чтобы не зависеть от частников, городу нужно еще около 100 своих автобусов. Сергей Соголов, Валерий Чайдопов, телекомпания «Оригус». И к ситуации с коронавирусом. Самый большой прирост больных с начала лета зафиксирован в Бурятии. 71 человек за последние сутки. Общее число выявленных случаев республики перевалило за 6 тысяч. Выросло и число образовательных организаций, куда попала инфекция. На сегодня их 55. Групповые вспышки зафиксированы в двух районных и двух городских школах. В Роспотребнадзоре выяснили, что источниками там, скорее всего, стали педагоги. Есть у ведомства и объяснение причины столь высокого прироста. Все-таки считаем, что это ожидаемый прирост заболеваемости. Это обусловлено, во-первых, сезонным подъемом заболеваемости, а также тем, что с 1 сентября начался учебный год в общеобразовательных учреждениях, СУЗах и ВУЗах республики в бочном формате. Из положительного вылечилась за сегодня почти столько же, сколько и заразилась. При этом остается высоким круг контактных лиц свыше 3,5 тысяч. Это основная группа лиц, где выявляют новые случаи инфицирования. Новый рекорд и по числу тех, кто не может обойтись без кислородной поддержки. К аппаратам ИВЛ подключено 13 тяжелых пациентов. Это все официальная статистика, но ведь есть еще и те, кто переболел коронавирусом, сам того не понимая. Выявляется это с помощью тестирования на антитела. Есть ли подтвержденные случаи в Бурятии и в чем плюсы процедуры? Слово Сергея Смоленинова. Симптомы, которые сейчас для врачей были бы очевидным диагнозом. Но в феврале коронавируса в России еще не было. Наталья пыталась лечиться, как при обычной простуде, в итоге попала в больницу. А спустя полгода решила успокоить себя и сдать тест на антитела. Результаты показали. Девушка давно переболела ковидом. И в больнице, я так понимаю, мы все лежали, и доля процентов 50 была схожая по симптоматике. И коллеги мои на работе, у них примерно по-разному притекал заболевание. Я не чувствую какую-то гарантию, что я больше не заболею, мне не надо сдавать тесты. Немножко стало поспокойнее. Я все равно понимаю, что мой иммунитет справился с этой болезнью. Вот и в Роспотребнадзоре решили узнать, сколько еще таких случаев. Исследования прошли 74 тысячи человек в 26 регионах. В итоге почти у каждого четвертого в крови нашли антитела. Подобную процедуру в Бурятии проводят с июня. Платный анализ доступен всем желающим. Антитела сдают чаще для себя. Некоторые считают, что переболели бессимптомно. Думаю, может кто-то себя успокаивает. По работе мы обязательно сдаем каждую неделю. И вы переболели? Нет. По своей сути, тестирование на антитела ничем не отличается от простой процедуры забора крови. Потому что, когда вы сдаете анализ на ковид, вам лезут палочкой в нос и небо. А здесь просто игла в вену. Мой тест показал, что у меня ковида не было. Это, кстати, самый частый ответ в республике. Всего исследования прошли почти 10 тысяч человек. И почти все медработники. Чуть больше 600 проб оказались положительными. 28 из них – это платные пациенты. И, скорее всего, это те, кто не знал, что уже переболел. И фат-диагностика, она может сказать, вот именно в какой вы стадии находитесь, и сформирован ли у вас достаточный иммунитет. Как только у тебя стойкий уровень иномоглобулина G уже появился, значит, ты переболел инфекцией. И ты можешь больше не сдавать на пациент диагностику и анализу. Тем временем Роспотребнадзор запустил второй этап исследований на антитела. Пока тестируют только 4 региона, но в планах привлечь и остальные субъекты. Результаты нужны для дальнейшего плана противодействию инфекции. На сегодня в России официально выявлено более миллиона случаев заражения. Сергей Смоленинов, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Завод по утилизации фенольного озера планируют построить в центре Улан-Удэ. Избавляться от фенола хотят с помощью термической обработки. Но народ против. Способ уничтожения ядовитых отходов обсудили на общественных слушаниях. Почему это многих не устраивает и можно ли что-то изменить? Об этом в нашем следующем материале. Этот миуран касается фенольного озера нашего. Вот если город Улан-Удэ, там один из пунктов плана – это ликвидация фенольного озера. Это один из плюсов соглашения в рамках реконструкции БАМа. Три недели назад руководитель РЖД пообещал убрать ядовитые отходы. Но как это будут делать? Не прошло и месяца. Ответ нашли. 15 сентября компания «Локотех» презентовала пиролизный способ утилизации. Пиролиз является достаточно изученной и эффективно применяемой в различных странах технологии переработки нефтесодержащего сырья в газообразные и жидкие продукты горения. В его основу положен процесс разложения органического сырья на низкомолекулярные составляющие при воздействии высоких температур. Такой завод планируют построить прямо на территории озера, а значит практически в центре Улан-Удэ. На мой вопрос, а где в мире или в России такие установки стоят в черте города, тем более практически центр города, они мне так и ответа не дали. Их просят скорее этот вопрос решить, то есть ускорение процесса. Второй вопрос – это финансовая сторона. То есть за счет удешевления самого процесса решить вопрос, а удешевление этого процесса, я как понял, они хотят сыграть на нашем здоровье. Все отходы планируют закапывать на этой же территории. Согласно проекту, такая утилизация займет два года. И так как завод временный, расчет воздействия на человека не требуется. А как же люди? Но норматива такого попросту нет. Рассматривают только влияние на окружающую среду. Проект на самом деле выполнен профессионально, достаточно профессионально. То есть там просчитаны все как раз выбросы, которые будут, которые не превышают, допустим, концентрации. Вообще заказчик поработал очень хорошо. Этот проект на сегодняшний момент, он даже еще пока не прошел экологическую экспертизу. То есть пока это первый этап, то есть общественное обсуждение, это первый этап, перед тем, что после общественных обсуждений этот проект подается на экологическую экспертизу. То есть там уже будут отсматривать профессиональные эксперты. И они уже будут задавать проектировщикам те вопросы, которые сейчас задает в общем-то население города Ланды. У жителей есть месяц, чтобы высказать свои замечания и предложения по поводу проекта. Вся документация будет размещена на сайте организации. Однако в министерстве отметили, способ менять скорее всего не будут. Возможно, рассмотрят перенос места самого завода. Кристина Соснина, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Ригус». Строительство единственного в стране крытого лукодрома в Лан-Удэ близится к завершению. И еще хорошая новость. У проекта появился дополнительный объект. Лучники смогут оттачивать мастерство и на открытой площадке. Все подробности далее. Вместо строительных приборов скоро здесь появятся мишени и подставки для луков. Первые стрелы полетят уже в декабре. В крытом лукодроме ежедневно смогут заниматься до 100 спортсменов. Здание соответствует всем международным требованиям. Самое главное – олимпийская дистанция 70 метров. Мы можем на олимпийской дистанции круглый год заниматься. Раньше у нас такого не было. У нас валы все маленькие. Там максимум 18-20 метров. Поэтому 70 метров, если тренируешься, вот, допустим, тренируешься 70 метров или 18 метров – очень большая разница. Каркас здания почти готов. Остались отделочные работы и благоустройство территории. Но подарки для лучников на этом не закончились. После визита полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева принято решение достроить и открытую площадку для занятий. На открытом лукодроме будет также олимпийская дистанция в 70 метров. Для тренировок предстоятельной сборной установят 7 щитов. Не забыли и про начинающих спортсменов. На дистанции 40 метров для них оборудуют также 7 мишеней. Площадку открытого лукодрома хотят расширить, но все зависит от выделения средств по другим федеральным программам. Надеюсь, что будет дальше реализовываться программа расселения граждан из аварийного ветхого жилья. И ближайшие дома будут снесены. И мы увеличим территорию открытого лукодрома. Но это может быть не в далеком, а может быть в ближайшей перспективе. Я думаю, что открытый лукодром будет подготовлен в течение ближайшего месяца. То есть где-то до середины октября этот объект будет сдан вместе со всей прилегающей территорией. В целом по республике до конца года построят 4 десятка спортивных объекта. По разным федеральным программам на них выделили более 600 миллионов рублей. Сергей Соголов, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Аригус». К другим темам. В погоне за выгоды и в обход закона методы работы некоторых работодателей заставляют работников обращаться в суд. На пороге здания Фемиды оказалась и героиня нашего следующего сюжета. Что именно привело ее к такому решению, узнал дежурный по городу. Уйти громко хлопнув дверью. Увольнение с работы для героини нашего сюжета грозит перерасти в судебные тяжбы. Знакомьтесь, это Ксения. И вот ее история. Мне сказали, мол, подождите, мы отправили запрос в Иркутск, в главный офис, с просьбой о вашем сокращении. Чем это чревато, что сейчас затягивается этот вопрос? Мы уже понимаем, что эта ситуация какая-то, ну, нестандартная немножко. Поэтому мы, конечно, не будем подводить там за какие-то прогулы. 8 числа я получила письмо, датированное 2 сентября, о том, что я прогуливаю работу с 1 числа и с угрозами увольнения по статье прогулок. Работодатель должен выплатить не только выходное пособие, но и средний заработок на время поиска работы. Все, что полагается при обычном увольнении. Невыплаченная зарплата и премии, компенсация неиспользованного отпуска. Выходное пособие при сокращении штата или в связи с ликвидацией предприятия – месячный оклад. Среднемесячный заработок на время поиска работы, но не более трех месяцев. Мы к директору, нам сказали, что мы на обеде. Мы пока не подъехали еще. А кто-нибудь заместитель, юрист. Пока нет никого. Когда будут неизвестным, попросили выйти на улицу. Как появится маска, пригласим, выйдем сходить. В смысле, а когда, в течение какого времени? Мы же не можем тоже здесь целый день стоять. Я понимаю, но вы же тоже поймите, что они же перед нами не отчитываются. Мы просто сказали, мы передали. Ну вот, собственно, так. Без внятных ответов оставляют и нашу героиню. Надеюсь, все точки над «ы» поможет расставить трудноинспекция. Этот материал мы просим считать как официальное обращение. Сегодня по городу дежурили Ольга Арсенукаева, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Продолжаем. В восьми районах республики стартовал отопительный сезон. Тепло прежде всего подали жителям северных территорий. Теплосети запускают при среднесуточной температуре 8 градусов в течение пяти суток. В этом году решили отойти от правил и начать раньше. Учитывая ту ситуацию, связанную с пандемией, с COVID-19, мы прекрасно понимаем, что большая часть населения сейчас, большая часть населения находится дома. Поэтому администрациям районов, ресурснабжающим, организациям дано поручение. И они идут навстречу, и сезон начинают раньше. К концу следующей недели отопительный сезон, я думаю, начнется по всей республике Бурятии. Рисков срыва пока нет. В среднем по республике процент готовности высок. В 11 районах есть определенные сложности. Но они не критичны. Речь идет о резервном оборудовании. Запасами топлива обеспечены почти все котельные Бурятии. Вопросы по традиции к северным районам. Но сейчас ведутся переговоры о поставках нормативного запаса угля и мазута. Ну а ТГК могут обязать устанавливать теплощетчики в домах жителей за свой счет. И еще она может потерять право собирать деньги за отопление с потребителей. Насколько велики риски, что послужило причиной возможных изменений и что еще ждет ресурсоснабжающую организацию, выяснила Кристина Соснина. Почти 40 тысяч судебных дел против ТГК-14. Люди объединились и обратились с жалобой в народных Урал-Бурятии. Конфликт между энергетиками и жителями депутаты пообещали разрешить. В обществе есть довольно яркая точка напряжения. И это так дальше продолжаться не может. Оно на спад не идет, а оно идет наоборот на увеличение этой напряженности. Это неправильно. Человек не видит прозрачности. Человек должен видеть прозрачности. За что он платит, сколько он должен платить. Судов мы не вылазили, но мы по сей день так не вылазим. Судов у нас уже, видимо, никакая пандемия уже сломить не может. В 2018 году у нас было излишне предъявленных на 16 миллионов рублей. То есть, видите, рост какой. Оно как-то не останавливается. В 2019 году потребители обсчитали на 40 миллионов рублей. Однако для ресурсоснабжающих организаций за такие проступки даже штрафных санкций нет. Больше всего вопросов у горожан даже не к качеству услуг, а именно к начислениям. Решение нашли. Нужно забрать. У энергетиков возможность насчитывать людям лишнее. А именно создать единый расчетный центр. Забираю полностью базу у ТГК по начислениям платежей. Чтобы это была четко нам подконтрольная известная ситуация. И сделать это планируют во всем регионе, где обслуживает ТГК-14. Энергетикам же вместо этого предложили взять на себя установку счетчиков на дома, конечно, на собственные деньги. Правда, и тут доверие тепловики не вызвали. Есть у нас дома, где эти теплощетчики стоят. Они запускают их, начинают люди платить. ТГК видит, что им это невыгодно. Они придумывают любой повод, как убрать их с теплощетчиками и начинают брать у них по тарифу. Между тем, на ремонт теплосетей в следующем году вновь будут субсидии. Только с 2016 по 2020 год на замену труб ушло около 2 миллиардов бюджетных рублей. Другой вопрос, почему деньги жители собирают исправно, а на ремонт всегда не хватает. Что касается вкладывания денег, в этом письме отражено, что вкладываются деньги. Мы вкладываем деньги в свои сети. Это сети городу. Они сданы в аренду ТГК, а сети-то городу. А ТГК, согласно статистике, каждый год пытается увеличить тариф на 20-30%. Остается надеяться, что хотя бы обещанные 110 градусов на выходе горожанам в этом году отдадут. Кристина Соснина, Абатер Халматов, телекомпания «Оригус». Чиновники районных администраций проверят адресные таблички на домах. Многим уже даны рекомендации об устранении нарушений. Также составлены сметы расходов на изготовление и вывешивание аншлагов с названиями улиц и номерами домов. Проверки идут в преддверии всероссийской переписи населения. И о других новостях республики в традиционном дайджесте сегодня с Никитой Карабенковым. Микрорайонный сток совсем скоро обзаведется своей сказкой. Так будет называться местный сквер семейного отдыха. Он появится на месте заброшенного пруда, где была свалка. Подрядчик определен, работы начнутся в ближайшее время. Частично их сделают за счет народного бюджета. Быстро сказка сказывается, главное, чтобы дело скоро делалось. В сказку, а точнее в Хогвартс, попали семеро улан-удэнских школьников. Так называют специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете. Стать частью новосибирского академгородка могут только те, кто сдал вступительные экзамены. До них, в свою очередь, допускаются лишь победители школьных олимпиад. Там получают образование лучшие из лучших. Ученики 9-11 классов, увлеченные точными и естественными науками. В общем, нашим ребятам удачи, нам нужны свои Джобсы, Гейтсы и маски. А еще многим нужен кедровый орех. Пользователи Инстаграма уже увидели, как его собирают. Чтобы сбивать шишки с дерева, мужчина смастерил огромную колотушку, которую сам едва удерживал двумя руками. По словам специалистов, такой способ сбора орехов очень губителен для деревьев. Кора после таких тяжелых ударов очень медленно зарастает, и это может повлиять на урожай кедра в будущем. Видимо, грохот в лесу пугает животных больше, чем автомобили на трассе. Директор Россельхозцентра Намжил Мордваев заснял в тунке оленя, спокойно разгуливающего вдоль дороги. Видео он опубликовал в своем Инстаграме, а дальше оно ушло в народ. А вот медведь оказался пуглеевей оленя и от машины побежал. Лесникам на дороге в местности Харьялта попался хозяин тайги. Как считают авторы видео, косолапого привлек звук автомобиля, и он побежал посмотреть, но потом испугался и, как видим, пожалел о своем решении. Как отмечают лесничие, во время патрулирования они часто встречают медведей, во время тушения пожаров их привлекает запах гари. А вам доводилось видеть хищников в естественной среде обитания? Рассказывайте об этом в комментариях под нашим видео. Ну а мы пока расскажем о работе социальной защиты на селе, о том, как в деревнях помогают пожилым, в чем нуждаются люди и успевают ли соцработники в районах за нововведениями из центра. Из Прибайкальского района. Саюна Бухаева. Как соцработники, как водитель. У меня тут все есть и маски, и водичка. Прибежись. Ларису Ясинскую бабушке и дедушке села Соболиха зовут дочи. Главная помощница ухаживает за старшими. График расписан на неделю. Допустим, в понедельник у меня два человека, во вторник два, в среду четыре. Но там я меньше услуг делаю, чтобы ко всем успеть. Ключи, как видите, у меня так. Деревня у нас спокойная, воровства нету. Вот Татьяна Федоровна. Здравствуйте. Проходите. В 2010 году я еще не работала в соцзащите. У меня отец заболел, инвалид первой группы. Муж заболел, инвалид второй. Мама инвалид третий. И пришлось на семейном совете. Решили, что я пойду учиться на водителя. Лариса Анатольевна вообще все делает. Я прихожу, говорю, Лариса, мне сегодня не надо было бы окна помыть. Она, пожалуйста. Надо сегодня там перестановку сделать. Это не весь список дел соцработника. В маленьком поселке ответственности больше. В деревне нет аптек, фельдшеров и даже скорая из соседнего села. Скорую вызвать? Это пять часов надо ждать. В этот раз у нас вот напротив соседка заболела, было очень плохо. Вот благодаря Ларисе она бегом достала лекарства, чтобы обезболивающие хоть какие-то сделать. У меня были такие ситуации, когда родственников нет, а их до последнего тянешь. У меня была бабушка, за которой пришлось ухаживать. До самого последнего она умерла на руках. Это самое тяжелое, что может быть. Это как вот родные же они уже. По мнению Ларисы, ее работа – это не только уход, но и общение. Даже несколько слов меняют настроение, а то и самочувствие. Мы вот уже много лет работаем. Такие люди, как сказать, уходят, которые просто пришли и не способны на эту работу. Они уходят. Очень тяжело, трудно. Ну, так. Мы работаем. Вот это вот, вот это ручками своими сколотила. Три дня колотила. В свободное время успевает следить за внуками, огородом и собственным садом. Кроме того, она председатель местной избирательной комиссии. Гордость этого лета – одна из самых высоких явок в Прибайкальском районе. Порядка 150, по-моему, избирателей у нее на избирательном участке. Но вот за время выборов она, как говорит, всех ногами проходит, до всех ногами доходит. За труд соцработника и председателя наградили президентской грамотой. Сейчас же Лариса готовится к обучению. В районах Бурятии стартует новая программа – демография. Это будет позволять социальным работникам определять нуждаемость пожилых граждан в постороннем уходе и, соответственно, определять перечень услуг, которые ему необходимы. Медицинского работника, соцработника, либо сиделки. Пилотный проект стартовал в Улан-Удэ и в Заиграевском районе. Программа расширит количество услуг. Например, добавится помощь медиков на дому. Для долговременного ухода за пожилыми в республике только в этом году выделили более 45 миллионов рублей. Проект «Демография» полностью запустится до 2022 года. В следующем к пилотному проекту присоединятся еще шесть районов Бурятии. Саюна Бухаева, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Выпуск продолжит рубрика «Сфера интересов». У меня на этом все. Передаю слово коллеге и благодарю за внимание. До свидания, БРТ. Прикасаться к струистому и мягкому меху. И вы можете себе это позволить. Вновь в Улан-Удэ выставка российского меха «Зимняя сказка». Вот, например, такую норковую куличку можно приобрести по цене всего лишь за 39 тысяч рублей со скидкой 50%. Вот такую полноценную мутоновую шубку можно приобрести всего лишь за 5 тысяч рублей. И вот данную модель из эко-кожи «Это осень и зима» можно приобрести всего лишь за 5 тысяч рублей. И в этот раз «Зимней сказке» есть чем порадовать. Это не только возможность выбора из десятков моделей полноценный размерный ряд. Это уверенность в качестве. Строгий контроль на всех этапах производства позволяет создавать шубки, которые прослужат не один сезон. А цены – просто сказка. Ведь сейчас здесь действуют скидки до 50%. Дополнить покупку можно курткой из эко-кожи на осень и меховыми аксессуарами. «Зимняя сказка» – доступная роскошь натурального меха в культурно-спортивном комплексе на проспекте Строителей до 27 сентября.